Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы продолжаем читать и объяснять книгу «Деяния святых апостолов». У нас 10 глава, и вся эта глава фактически посвящена Корнилию Сотнику, его обращению ко Христу, и здесь вот уже первый такой наглядный случай обращения язычника к вере Христовой, причем очень такое искреннее обращение путем особого тоже призвания Божия, и это показывало уже тоже первым христианам, что не обязательно иудеи более подготовлены к принятию веры Христовой, то есть человеческое сердце может откликнуться, невзирая на то, знал человек Ветхий Завет или не знал, главное, чтобы сердце именно приняло слово Господа. И вот читаем. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским». Значит, город Кесария — это определенный такой центр римской государственности на территории Иудеи, и римские прокураторы имели свою постоянную резиденцию именно в Кесарии, а в Иерусалиме они, конечно, приезжали, они там могли наведываться, долгое время находиться, решать какие-то вопросы, но всегда предполагалось, что если вдруг Иудея поднимет восстание прокуратору, то есть наместнику римского императора, нужно было куда-то отступить, чтобы там организовывать и решать какие-то важные при этом вопросы. И вот именно Кесария была таким центром, такой резиденцией, именно там находились основные легионеры. Упоминается здесь полк, называемый Италийским, то есть это буквально, ну в прямом смысле, вот эти вот римские легионеры. Не туземцы, которые нанимались на службу в римскую армию, как римское государство, как осуществляло оно на разных территориях, которые присоединяло к себе, а это именно, собственно, римские легионеры. И вот в таком итальянском полку, значит, был сотник, то есть офицер, который заведовал сотней, основной такой вот военной единицы, которая входила в состав легионов, и, ну их там, конечно, много было этих сотен, да, и вот упоминается его имя Корнилий. Он не был, конечно же, иудеем, повторим, он римлянин, он из язычников, но при этом что о нем читаем? «Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». И, оказывается, Корнилий, который поселился в иудейских краях, да, который жил в Кесарии, он, узнав про Бога истинного, расположился уже, и он много молился Богу. Он не был иудеем по вероисповеданию в каком смысле? Что он, конечно же, не совершал вот этих вот иудейских обрядов, он не принимал обрезания, он не участвовал в молениях, в синагогах, то есть не был даже, ну, празелит врат, вот так они называли празелит врат, то есть те обратившиеся, которые не имели полных прав, да, но хотя бы вот уже причислялись к исповедующим законам. Но, услышав про истинного Бога, он отходит от язычества и делает много добрых дел, совершает много милостыни иудейскому народу, то есть такой сострадательный, отзывчивый, любвеобильный, и при этом часто молится Бога, сказано буквально всегда молившийся Богу. И вот чем оборачивается его благочестие. Он в видении, ясно, видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий, девятый час дня, это вот по нашему подсчету, третий час дня пополудни, отчет дней, от часов ввелся от восхода солнца, он, вероятно, в это время молился, Корнилий, и сказано, видение ясно видел, то есть это не какое-то явление во сне, вот помните, допустим, Иосифу Обручнику, там во сне ангел является, говорит, возьми дитя и матери, вы бегите в Египет, или потом там еще какие-то откровения, тоже во сне, а это именно наяву, явление ангела Божия, то есть посреди вот белого дня является ангел, говорит, Корнилий, он же взглянув на него и испугавшись, сказал, что Господи, то есть Корнилий, он еще не понимает сути этого явления, он не совсем еще, ну, не соприкасался, конечно, с такими явлениями духовного мира, и вот постигает его страх, такой священный страх, и он спрашивает, что Господи? Ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом, и так пошли людей в Иопию, и призови Симона, называемого Петром, он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И вот мы видим, что вот это особое благоволение, да, и почему именно благоволение? Потому что ангел говорит, что молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом, это такое антропоморфное описание, что как будто вот Бог вспомнил, ну, якобы он о ком-то забывает, нет, просто здесь речь идет о особом внимании, особой заботе Божией об этом человеке, а почему? Потому что он проводит благочестивую жизнь, молитвы и милостыни, то есть как бы как два крыла, потому что если человек будет только молиться, но не будет милосердия, то сама молитва такого человека, она будет очень слабой, потому что без милосердия сердце, оно пребывает тепло-хладным, и когда молится человек немилосердный, ну, представьте, что это за молитва у немилосердного человека, она очень холодная, как просто вот формальное исполнение правила, чтобы сердце было теплым в молитве, конечно же, необходимы милосердия. Но если есть только милосердие, а нет молитвы, да, то это получается, что вот добро распространяется как бы только по горизонтали, а ты своей душой не восходишь ввысь, по вертикали, и получается так, что человек без молитвы, он теряет непосредственную связь с Богом, то есть нужна и молитва, и милосердие. И вот у Корнелия то и другое было, все это в такой гармонии пребывало, поэтому Господь его призывает, и ангел что говорит? Что вот пошли своих людей, которые в Айпию призови Симона, ну, вот то, что мы читаем, он гостит у некого Симона Кожевника, вот тут интересно, что апостол Петр останавливается у Симона Кожевника, Кожевнике это считалось ремесло очень низкое, да, оно признавалось у иудеев, но согласно предписаниям Талмуда, дома Кожевников должны были вот на некотором расстоянии, потому что возделывание кожи, оно сопровождалось, ну, там как бы и запахи вот такие не очень приятные, считалось, в общем-то, низкое ремесло, но для Петра уже не было деления там на высокого или там низкого рода людей, он останавливается у этого Симона Кожевника, видимо, и Кожевник этот Симон был христианин, и вот дает ангел четкие такие указания, и сказано, что он, то есть Петр апостол, скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И вот, братья и сестры, что здесь очень интересно? Ну, вот же ангел с неба является, так вот, сам бы ангел и сказал бы эти слова спасения, да, и благоествовал бы ему Евангелие, разве же он не знает ангел? Он же от самого Господа послан знает, но по какой-то причине, вот помните, как в одном из потеряков, там, истории, в общем, смысл ее к чему свойствует? К тому, что Богу угодно, чтобы люди спасались через людей. Не всегда вот искали именно там ангельского какого-то ответа, да, непременно сверхъестественной какой-то помощи, а для Бога угодно, более угодно, чтобы люди спасались через людей, и чтобы мы терпели друг друга, несли какие-то вот, ну да, взаимные скорби, но и вразумлялись тоже посредством людей, и научались через людей, и достоинство человека, вот, Господь, тем самым, Он возвышает и показывает, что мы должны помогать друг другу спасаться. И не всегда нужно ждать именно полного такого сверхъестественного откровения, ну да, вот ангел явился, но в конечном счете Он что говорит? Ты вот слушай апостола, который придет, и он тебе расскажет то, что и спасет тебя, тебя и весь твой дом. Поэтому и мы, когда идем в храм, мы должны понимать, что вот через священнослужителей совершается наше спасение, не ждать, что вот ангел тебе явится и там все сразу решит, а вот есть богослужение, есть таинство исповеди, мы исповедуемся у священнослужителей, не боимся раскрывать то, что вот у нас происходит, спрашиваем советы, и Господь, Он вроде бы через людей, но эти люди тоже наделены какими-то Божьими дарами, у каждого свой от Бога дар, и вот так мы можем друг другу помогать и вместе сообща спасаться. «Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, изнаходившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию». Вот тут тоже, если невнимательно читать, можно пропустить. Оказывается, что при нем еще и воин благочестивый, то есть благочестие самого сотника передается его слугам, его воинам, то есть он действительно как бы горел своей верой в Бога, горение благочестия, этот свет согревал тех, кто находился рядом, но полного просвещения не имел. И вот упоминается этот благочестивый воин, который с двумя слугами, они, значит, отправляются. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа, то есть около полудня, по-нашему, взошел наверх дома помолиться, а в домах иудейских там крыши плоские, и туда можно было подниматься, или прогуливаться, или даже помолиться, обращаясь к небу, никто не отвлекает, и почувствовал он голод, и хотел есть, то есть он воздерживался до этого времени от пищи, молитва и пост у него, да. И дальше такое интересное описание. «Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление, и видит отверстое неба, исходящее к нему некоторый сосуд, и вот дальше описывает сведение, но прежде всего хочется объяснить термин «иступление». Там по-гречески буквально «экстасис», то есть нечто вот необычное. Святой Иоанн Златоуст пояснял так, как созерцание, как бы душа выходит из тела и созерцает нечто небесное, то, что ей приоткрывается в особом видении, иступление, и в том числе и как некое удивление перед тем, что открывается. Чего человек до этого никогда не видел. И что же в данном случае открывается апостолу Петру? «И видит отверстое небо, не просто вот наше физическое небо, а именно бездонное такое глубокое, высокое духовное небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находили всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные». То есть, в общем, все животные, которые, согласно обрядовым ветхозаветным законам, есть запрещалось. Нечистые животные делились на чистые, нечистые. «И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». То есть, вот какое особое видение. «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел? Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот». Ну, собственно говоря, вот уже наступает объяснение этого видения. Петр еще недоумевает, но уже потихонечку он приходит к этому осознанию. Сразу скажем, что, конечно, речь тут идет не столько о том, что вот можно есть все подряд, и у каждого народа там складывают свои какие-то пищевые предпочтения. Ну, скажем, нам кухня французов с их блюдами, может быть, тоже не во всем понятно, или кухня каких-нибудь монгольских народов, там они какими-то сурков едят там и прочее. Но мы понимаем, что, конечно же, дело не в том, что там пища, там она скверняет человека. То есть есть вот некая дисциплина, которая принята в том или ином народе, свои предпочтения, и здесь это видение, оно носило иной характер, то есть символический. Не нужно почитать нечистыми то, что в иудаизме почиталось нечисто. А нечистыми кто почитались? Почитались язычники. И когда вот мы пищу какую-то вкушаем, да, мы как бы приобщаемся ей. И вот символически это что означало? Что не нужно бояться вступать в общение, как бы в общество, в приобщение к этим людям из язычников. И вот они, собственно говоря, уже и пришли у ворот, и крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Интересно очень, как бы такое буквальное описание, что вот у ворот, да, все очень просто. И они закричали, то есть даже не постучали, а стали кричать по-простому. Здесь ли Симон, называемый Петром? Ну им сказали, что так, да. А вообще интересно, это же ангел сказал, да. И вот так исполняется через простой такой вот крик, окрик. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя. Святой Дух непосредственно обращается. Святой Дух, как божественное лицо, действует на протяжении всей книги деяний, вообще в истории Церкви Христовой. Вот Святой Дух говорит им, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. То есть такова воля Духа Святого и таков промысел Божий, что языческие народы, они уже не должны почитаться нечистыми. Вот в чем суть этого видения и суть этого откровения Святого Духа. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнили, сказал, «Я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы?» Они же сказали, и вот пересказывают, «Корнилий сотник, муж добродетельный, боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским». Вот это тоже интересно, что получается Корнилий, он заслужил такую похвалу, то есть как бы молва, добрая молва ходила о нем в иудейском народе. И вот он получил от Святого Ангела повеления призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил. И вот, братья и сестры, это ключевые тоже слова. Вот именно здесь Петр уже начинает рушить вот эти средостения, то, что разделяло иудеев и язычников. Он приглашает их на трапезу, и Он их угощает, что для иудеев было категорически запрещено, то есть приглашать язычников в свой дом, да, да еще угощать свои трапезы. И это что такое вообще? Ты правоверный иудей или ты кто вообще? А суть-то в чем? В том, что нужно Бога слушаться. И Бог говорит, что то, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. И вот эти люди, они тоже призываются быть чадами церкви Христовой, поэтому никого не почитай нечистым, принимай их, и вот Он их угощает. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. Ну, путь какое-то вот время продолжался, значит, и в следующий, да, вот когда это видение, кстати, там у некоторых святых отцов так трактуется, что вот это полотно, где все эти животные, как бы за четыре угла спускаемое, это как бы символ четвероевангелия, такого благовестия, которое обращает к народам языческим и уловляет их, как бы, да, тоже в такое полотно евангельской проповеди. И то, что трижды повторилось, как указание на святую Троицу, ибо, собственно говоря, Троицу и исповедует четвероевангелие. Ну, это такие символические толкования, объяснения аллегорические. А вот в следующий день пришли они в Кесарию, что интересно, Корнирий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. То есть, представляете, вот, ну, у нас бывает, когда, допустим, какой-то праздник, да, и собирают там родных, там друзей, и все там еще ожидают каких-то гостей, да, вот вы приходите в гости, там много собралось людей для торжественного обеда. А тут получается, что для Корнилия это особое тоже торжество. И вот он понимает, что ведь ангел же сказал, что призови тот, самое главное, что это скажет Петр-то. И поэтому созывает родственника, как действительно на какое-то торжественное такое мероприятие, также близких людей, друзей. И вот они радостно встречают Петра, все с интересом, с любопытством смотрят на него. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. То есть, ну, Корнилий сделал это от такой души, да, и, может быть, от растерянности, не знаю, как правильно его встречать, ведь ангел же указывал на Петра. Но что тут видим? Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. Ну, Петр был простым, и поэтому он его поднимает. И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. Ну, видимо, и дом был большой все-таки у римского сотника, если учитывая, что и слуги были, да, и там и воин прислуживал, то есть, очевидно, помещения позволяли собраться многим. И сказал им, и дальше вот как Петр фактически вот самую суть излагает. «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». То есть, вот тут объяснение, что то видение относилось не столько вот к пище, сколько к людям. Неважно, из какого народа такой человек, да, неважно, какого цвета у него кожа, какой у него рост там, ну, бывают пигмеи маленькие там, или какие-то, ну, особо к народу нет сейчас, очень высокого роста. Но все это не должно нас отталкивать от людей. Ибо, говорит Петр, «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым, посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? То есть, Петр уже понимает, что есть некая вот человеческая общность пред Богом, и нет уже разделения, деления на лучших и худших, там, на особо избранных, там, менее избранных. То все равны и все одинаково пред Богом. Но ради какого дела, собственно, позвал Корнилий? И тот отвечает. Корнилий сказал, «Четвертого дня, то есть, фактически прошло уже три дня, и вот пошел четвертый день, четвертого дня я постился до теперешнего часа». А, то есть, получается, что он даже не стал вкушать пищу после этого явления ангела. То есть, представляете, вот он, когда явление ангела, он не стал вкушать пищу и ожидает вот Петра, как действительно посланника Божия, в строгом посте и молитве его ожидает. Значит, да, вот я постился до теперешнего, и в девятом часу молился в своем доме. И вот встал предо мною муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом». Вот он пересказывает, причем явление ангела он передает так, вот как он сам увидел, как некий муж в светлом одеянии, светоносный ангел. «И так сказал ангел, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром, он гостит в доме кожевника Симона при море, он придет и скажет тебе, да, в тот час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». То есть вот души их открыты, они готовы принять, потому что им действительно было вот это, ну, в лице Корнилия сверхъестественное откровение, то есть Господь через ангела указывает, кого нужно слушать. Нужно слушать Церковь Христову, да, апостолов или преемников апостолов, не каких-то сектантов, еретиков, оккультистов и прочий сброд. И вот, значит, тут мы слушаем, что говорит Петр. «Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». То есть Петр как бы с удивлением произносит и говорит, да, действительно, Бог не лицеприятен. Он видит, что вот этот Корнилий, который поступал по правде и боялся Бога, он приятен Ему, приятен Богу. И продолжает. «Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех». Вы знаете, происходивший по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых. То есть вот апостол Петр излагает самую суть евангельской истории, причем, если сравнить с другими проповедями Петра, которые раньше в книге «Деяния» упоминались, Петр не ссылается на бесхозаветные пророчества. А почему? Да потому что он обращается к язычникам, которые, ну, если и слышали пророчества, то для них это не было настолько вот важно, может быть, интересно, но не настолько авторитетно. Вот для иудеев это да, это нужно было обязательно ссылаться. А тут вот он говорит по сути, как есть, и что вот мы, свидетели воскресенья Христова, мы с Ним ели и пили после воскресенья Его из мертвых. Это действительно так. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем Его. Ну, то есть, вот одна только ссылка, что вообще пророки в целом свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем Его. И дальше происходит уникальное событие. Когда Петр еще продолжал эту речь, то есть, вот он говорит, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. На Корнилия, на его родственников, на его друзей, которые собрались, наверное, на того благочестивого воина, слуг, который привели Петра. И вот сходит именно так, как это было и в день Пятидесятницы. Вот мы читаем об этом здесь. То есть, некое явное такое, может быть, ну, не написано, что там огненные языки, но тут что читаем. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога». То есть, вот как апостолы в день Пятидесятницы, приняв Святого Духа в виде языков пламени, начали говорить на разных языках и проповедовать их, слышали и удивлялись. Вот так здесь, во время речи Петра, язычники принимают. И понимаете, вот ради чего это было дано? Слишком много было у иудеев предубеждений в отношении язычников. И даже, когда обращались ко Христу, когда сами крестились, и уже они чадо церкви, все равно, вот как бы язычники, они, ну, немножко вот в стороне. Да, ну да, тоже творение Божие, но нам они не братья, потому что мы особенно. И тут вдруг специально вот, чтобы показать, ну, что язычники также призываются, на них нисходит Дух Святой, как бы тоже такая личная Пятидесятница, сошествие Святого Духа, и дается вот этот дар, хотя они еще даже не крещены, ну, собственно, как и апостолы в день Пятидесятницы. Сошел Святой Дух, да, без водного крещения. Тогда Петр сказал, кто может запрестить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа, потом они просили его пробыть у них несколько дней. И, видимо, здесь вот это сошествие Святого Духа, это как особое знамение, которое дает вот этот дар языков, да, но оно не отменяет все-таки крещение, как таинство, в котором мы умираем для предшествующих грехов и возрождаемся к жизни вечной. Обычно как? Вот, значит, крещение, человек очищается от всех грехов, возрождается к жизни вечной, а потом миропомазание. А миропомазание, когда помазуют Святым Миром и произносится печать дара Духа Святаго, аминь, это вот то самое таинство, которое восходило к апостолам, только апостолы возлагали руки после крещения и передавали Духа Святаго крещеным. Вот, но в данном случае получается, что сначала сошел Святой Дух, которого через возложение рук апостолы передавали, а уже потом крестились. Но повторим, что это сошел Святого Духа, оно как исключительное действие нужно было для того, чтобы показать, что язычники призываются в Церковь Христову, и что никаких преград уже нет, и окрещение было необходимо для очищения от грехов и рождения в жизнь вечную. Вот, такое ключевое событие, которое совершилось еще именно при Петре, и как представителю апостолов как бы от иудеев, Петр был апостолом для иудеев, в том числе, проповедуя. А потом уже Павел ходил среди язычников и благовестовал, немного свидетельств об этом. Но важно, что все-таки Корнилий, язычник, был принят в Церковь Христова именно в присутствии апостола Петра. И через это уже для всех остальных открывается ясное свидетельство, что язычники на равных правах призываются в Церковь Христова и никто не должен требовать от них ветхозаветных иудейских обрядов. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем рассмотрение 10 главы. Храни вас Господь! Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok